Добрый день, уважаемые телезрители! Эфир телеканала «Россия» продолжает программу «Первые лица». И сегодня в студии государственного телевидения заместитель министра строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области Андрей Тюрин. Здравствуйте, Андрей Сергеевич! – Главная тема нашего сегодняшнего разговора – это, конечно же, дороги. Особенно после того, как они вышли из зимы, многих не устраивает их состояние. О предстоящем сезоне, о том, что вы планируете сделать, об этом мы будем говорить в течение ближайшего времени. Ну и сразу мы поясним телезрителям, что дороги, разбитые улицы в городе Ульяновске – это зона ответственности не вашего ведомства, но, тем не менее, и областные дороги, мягко говоря, сегодня находятся не в очень хорошем состоянии. Для себя какие проблемные участки вы уже обозначили и когда их отремонтируют? – Ну, абсолютно правильно подмечать, что с приходом весны обнажается большое количество проблем на дорогах всех уровней – и на федеральных, и на региональных, и на муниципальных, конечно же, в городах, и в наших населенных пунктах. Ну, прежде всего, если смотреть в глубину этого процесса, то, конечно же, это многолетнее отсутствие финансирования, когда отсутствовали дорожные фонды, и дорожная сеть очень серьезно разрушалась. Ну, кроме этого, мы прекрасно понимаем, что сегодня тот большегрузный транспорт, который эксплуатирует наши автомобильные дороги, он гораздо по грузоподъемности выше, нежели параметры, по которым строились эти автомобильные дороги. Использование шипов почти на всех видах автомобиля приводит к разрушению автомобильных дорог. Ну, много факторов, которые сегодня так или иначе на это влияют. Но, тем не менее, скрываться, как бы, и говорить, что вот мы не виноваты, значит, и есть только те сопутствующие факторы, о которых я сказал, наверное, это будет не так. Для того, чтобы исправить ситуацию, ну, во-первых, мы уже неоднократно говорили, что с 2012 года воссоздались дорожные фонды, и дорожная организация уже сегодня выходит на совершенно иной уровень работы, на другое качество, на другие подходы, нежели за те годы, когда были утеряны, во-первых, и профессионалы, когда была старая дорожная техника, на территории региона практически не было ни одного асфальтового завода. В прошлом году уже отработало пять новых асфальтовых заводов на территории Ульяновской области, в этом году будет работать восемь. Не так давно мы посещали один из заводов, и можно с уверенностью сказать, что вот современная технология, современное и новое оборудование будет позволять выпускать в соответствии со всеми требованиями асфальт для того, чтобы использовать его при ремонте. Андрей Сергеевич, а самыми проблемными участки, какие направления сегодня являются? Ну, на сегодняшний день наиболее проблемными дорогами является это Сурская Шумерля в Сурском районе, Эта дорога связывает нас с Нижним Новгородом, это дорога на Москву, которой пользуются многие жители Ульянской области, многие жители, которые к нам приезжают. Это дорога Алексеевской Высокий Колок в Меликевском и Новомолклинском районе, это автомобильная дорога Корсун-Инза, автомобильная дорога Труслейка-Тияпина-Чамзинг, когда автомобильный мост на федеральной дороге в рабочем поселке Сурской стоял на ремонте, и весь большегрузный транспорт вынужден был ездить по этой дороге, которая связывает наш регион с республикой Мордовия, и тем самым вызвало ее практически разрушение. На сегодняшний день мы предусматриваем ремонт, в частности, в Ининском районе дороги Труслейка-Тияпина-Чамзинг в районе 50 миллионов рублей. Это позволит нам прежде всего ликвидировать очаги аварийности в районе Пятин, ряда других населенных пунктов. На сегодняшний день дорога находится прямо в ужасном состоянии. В прошлом году мы проводили многократные ее обследования и поставили для себя задачу, чтобы ее отремонтировать. Понятно, что тех средств, которые сегодня выделяются, их в полном объеме не хватит для того, чтобы решить одномоментно все проблемы. Но должен сказать, что мы двигаемся поэтапно. В прошлом году были проведены большое количество работ. В этом запланировано, если перечислять, наверное, я займу долгое время. В частности, когда мы рассмотрели все финансирование и подготовили программу, однозначно поняли, что этих денег не хватает. А сколько необходимо в целом? Аттестация дорог проводилась? Скромным подсчетом, после того обследования, которое мы провели в 2013 году, частично уже дообследуем в этом году, необходимо 19 миллиардов для того, чтобы отремонтировать областные дороги. 19 миллиардов? 19 миллиардов. А сегодня мы имеем? Сегодня мы имеем с учетом содержания 2 миллиарда на областные, на региональные дороги. И из этих денег часть средств мы даже направляем в муниципалитеты. Поэтому губернаторам однозначно была поставлена задача привлечь дополнительные ресурсы. Сегодня мы это сделали. Сегодня подготовим проектно-смитную документацию для объявления торгов на дополнительную сумму 500 миллионов рублей. Это будут как раз те участки, о которых я говорил. Мы будем ремонтировать несколько участков на дороге Сурская-Шумерля. Обязательно включили в планы ремонта автомобильную дорогу Корсун-Инзе. Буквально два дня назад мы проводили совещание в Инзе. Мы еще раз рассмотрели возможность, как нам наиболее быстро устранить те недостатки. Поэтому это одно из таких решений. А самарское направление вы не назвали? Разве там все в порядке? Самарское направление тоже будет обязательно учтено. Мы выделяем порядка 170 миллионов рублей на две дороги. Это первое, конечно, Ульяновск, Демитровград, Самара. Вот будет несколько участков сделано в районе от Озерок до поселка Лесное. Будет транзитная дорога через Муловку отремонтирована. И большой участок около 10 километров как раз на границе Самарской области, где он наиболее, скажем так, разбит. Кроме этого, я прошу прощения, мы частично решим застарелую проблему. Вот это как раз дорога Алексеевска-Высокий эколог, которая является транзитной и для наших соседних регионов, и для Самарской области, и для Татарстана. Дорога проходит по двум районам, Меликевскому и Новомолеклинскому. Поэтому мы будем выделять туда порядка 70 миллионов рублей для того, чтобы это ремонтировать. И направление Старой Майны, которое граничит с нашей тоже соседней республикой Татарстан, тоже направление пользуется большой популярностью. Большое количество людей ездит и в Болгары на экскурсию. И у нас Старая Майна, это как бы тоже такая зона отдыха. Поэтому 60 миллиардов, прошу прощения, миллионов будем направлять на ремонт этой дороги. Будет отремонтировано на ней три участка для того, чтобы устранить наибольшее разрушение, где они есть. Можно дальше говорить об этом. Тем не менее, скажем, надеемся, что новые заводы, новые технологии, которые будут присутствовать, и с учетом привлечения дополнительных средств, позволят еще сделать шаг вперед в решении наших проблем по ремонту дорог региона. Я к финансированию хотел бы вернуться. Все же год от года сумма, выделяемая областью на дороге, растет. Давайте проследим динамику. То есть в 2013 году у нас было гораздо меньше, в 2014 мы добавляем, да? Не совсем так. С учетом того, что мы сейчас привлекаем кредитные ресурсы, у нас будет как раз ориентировочно одинаковая сумма, то, что в 2013 году. К сожалению, по итогам 2013 года и доходные источники по акцизу пришли в наш регион существенно ниже, чем прогнозировало Министерство финансов Российской Федерации. Но это общероссийская тенденция с учетом того, что налог был в большей мере запланирован на бензин с низким октановым числом. А это предприятие, значит, нефтеперерабатывающий завод, кто выпускает бензин, быстро перестроились, стали выпускать высокооктановый бензин, на который акцизный налог меньше. Вот такой диссонанс произошел, и поэтому, скажем так, все регионы за счет этого вида налога существенно недополучили финансирование. Ну и вы понимаете, куда я веду. Все-таки суммы, которые выделяются областью, они достаточно значительные, но автомобилисты все равно остаются недовольными. Причина? Слишком большая сеть дорог и слишком маленькое количество денег. Если взять, сравнить с федеральным центром и те средства, которые они выделяют, конечно же, федеральный бюджет имеет возможность в 7-8 раз выделять больше средств на 1 километр дороги, нежели это можем мы. Поэтому наша региональная сеть составляет 4580 километров. Ежегодно мы прирастаем, а прирастаем по той причине, что забираем у муниципалитетов по 2-3 дороги в год, берем на себя дополнительную нагрузку. Ну, наверное, это вызвано объективными причинами. Эти дороги связывают населенные пункты, где проходят и школьные маршруты, и стратегически важные перевозки, как для и сельхозпредприятий, так и для промышленников. Поэтому муниципальные власти не всегда имеют возможность содержать их на должном уровне, поэтому мы их забираем себе, соответственно, дорожная сеть у нас вырастает. В соответствии с положением мы должны перейти на нормативное содержание. Федеральное управление перешли на норматив уже с 2014 года. Мы пока такой роскоши себе позволить не можем. И планируем, что только к 2018 году регион сможет перейти на нормативное содержание автомобильных дорог. Это, конечно же, существенно влияет на состояние, на выход их из зимнего содержания. Но, тем не менее, сегодня для того, чтобы решить эту ситуацию, как я уже сказал, мы привлекаем и дополнительные ресурсы. Сегодня мы только ремонтируем дороги или все-таки нам удается строить? Строительства у нас на сегодняшний день очень мало. Но, во-первых, надо понимать, что дорожная сеть достаточно развита. У нас 95% населенных пунктов обеспечено транспортным обслуживанием. Понятно сейчас, что качество этих дорог, конечно, не всегда соответствует требованиям. Но, тем не менее, поэтому основная наша задача – это, прежде всего, содержать опорную сеть Ульяновской области для того, чтобы обеспечить максимально комфортно по ней передвигаться. Что касается нового строительства, то мы строим новый мостовой переход на автомобильной дороге Сурской Шумерля в районе села Ждамерово, который у нас был в аварийном состоянии. И, как я уже сегодня отмечал, это стратегическое для нас направление. Поэтому к 1 октября 2014 года мы должны его сдать в эксплуатацию. Строительство запланировано дороги на 46-м инженерном проезде, это наша промзона. Сегодня мы под руководством губернатора провели там совещание, рассмотрели, как строится наше новое предприятие, которое строят инвесторы. Поэтому для дальнейшего развития этой промзоны необходимы же, конечно, дороги. Вот одна из дорог будет построена. И город Ульянск проводит конкурс на строительство, продолжение улицы проспекта Ульянска для того, чтобы обеспечить связь с новым жилым микрорайоном, который строится в новом городе. Вот в основном, наверное, это все строительство. Ну, как я уже сказал, что для нас, наверное, сегодня задача не построить большее количество дорог, а справить с содержанием и с ремонтом тех, которые сегодня у нас. Но все-таки то, что вы строите заново, там применяются современные материалы, полимерные материалы. Вот эти примеры, они уже строятся по всем технологиям, которые требуют сегодняшнее время. Конечно, эти дороги спроектированы с учетом современных нагрузок, для того, чтобы они выдержали нагрузку тех автомобилей, которые сегодня есть, большегрузные. В основном же все автомобильные дороги построены в 70-80-е годы, где нагрузка совершенно была другая. Ну, наверное, это было веление времени. Хочу сказать, что благодаря той работе и сказать, наверное, огромное спасибо дорожникам со стажем, которые принимали активное участие в строительстве тех автомобильных дорог, которые мы эксплуатируем. Понятно, что ничего нет вечного, но зато они оставили нам очень большую, хорошую сеть, которой необходимо заниматься сегодня. Андрей Сергеевич, каким образом осуществляется контроль строительных материалов и уже выполненных работ? Я сейчас имею в виду лабораторное оборудование и применяется ли метод экспресс-анализа? Можете ли вы на месте сразу определить, качественные ли материалы используют? Ну, в соответствии с поручением губернатора, нами была переработана законодательная база. На сегодняшний день контракты достаточно жесткие, которые имеют большое количество санкций за некачественное выполнение работы, за срыв графиков работ. И на одном из выездных совещаний губернатор был в нашей лаборатории, когда мы ему показали, как мы работаем, чем, соответственно, он принял решение и поручил нам закупить дополнительный экспресс-анализатор для того, чтобы сократить время и улучшить качество проведения анализа. На сегодняшний день мы с этой задачей справились, у нас закуплено дополнительное оборудование, прошли обучение наши специалисты. У нас сегодня сертифицированная, хорошо оснащенная лаборатория, которая позволит нам работать не только на проверке наших автомобильных дорог, но и мы оказываем безвозмездную помощь муниципальным образованиям. Кроме этого, уже сейчас ведется входной контроль тех материалов, которые поступают на асфальтобетонные заводы, идет согласование рецептов. И на сегодняшний день я считаю, что по областным дорогам однозначно мы справимся с той задачей, которая ставит перед нами, в принципе, и руководство региона, и жители. А каким образом вы выбираете подрядчика, который будет ремонтировать дорогу? Вы предполагаете, что эта же организация впоследствии будет содержать этот участок дороги? На сегодняшний день все контракты заключаются на конкурсной основе. Если раньше мы работали по 94-му закону, с 2014 года вступил в силу 44-й федеральный закон. Тем не менее, готовится проектная сметная документация, проходит экспертиза, после этого объявляются торги. Посмотрим, как мы будем работать в 44-м законе, потому что новшество есть, изменения достаточно существенные. Сегодня мы, в частности, на базе законодательного собрания с профильным комитетом по ЖКХ, промышленности, транспорту, дорожному хозяйству проводили очередное учение с муниципальными образованиями, с специалистами, которые работают в муниципалитетах. Как раз рассматривались вопросы, как действовать в 44-м законе, выступали представители управления контроля, которые еще раз доходчиво объясняли, что необходимо сделать, как готовить конкурсную документацию в районах, как объявлять торги. Потому что не секрет, что и вчера мы столкнулись с таким моментом, что опять появляются совсем незначительные объемы, причем связанные с отсыпкой дорог, с работой грунта, щебнем, компания непонятная из соседних регионов, которые с нами не граничат. Здесь нужна такая совместно отлаженная работа для того, чтобы получить те компании, которые будут отвечать за качество. Конечно же, отвечая на ваш вопрос, мы сегодня ведем работу для того, чтобы внедрить так называемый жизненный цикл, когда подрядная компания ремонтирует дорогу и потом в дальнейшем ее содержит. Уже не получая за это тех средств, которые выделялись раньше. Хорошее покрытие одно, но когда еще есть на этом покрытии разметка и дорожные знаки, вдвойне приятно, а главное безопасно. На этот счет что скажете? В прошлом году, если обратили внимание, мы стали использовать на пешеходных переходах светоотражающие элементы, которые установили на всей территории области на пешеходных переходах. Они существенно, на мой взгляд, больше привлекают внимание водителей, когда они подъезжают к пешеходному переходу. В этом году у нас уже заключен государственный контракт на проведение разметки. И с началом благоприятного температурного сезона компания уже приступит к нанесению разметки. Прежде всего, это будут пешеходные переходы и уже разметка автомобильных дорог. Ежегодно мы увеличиваем количество километров, на которых наносится разметка. Это было связано, прежде всего, с отсутствием необходимой документации. Год за годом мы наращиваем, скажем так, обследование наших дорог. И в этом году мы в полном объеме завершим и получим все документы, которые позволят нам максимально размечать наши автомобильные дороги. Поймем, где какие знаки необходимо устанавливать. Вот такие контракты уже у нас сегодня заключены. Компания до конца года предоставит нам полную информацию на все наши автомобильные дороги. То есть мы получим всю сеть, скажем так, обследованную, будем понимать, где какие знаки должны установить дополнительно или заменить старые в соответствии с новыми требованиями. И, конечно же, на опасных участках, где у нас было старое барьерное ограждение, где его необходимо вновь установить, мы тоже этому уделяем внимание. И порядка 30 миллионов рублей будет направлено на эти работы. И, пожалуйста, еще раз более предметно о планах на этот сезон. Давайте разграничим федеральные дороги, поселенческие, потому что областные ряд направлений вы уже назвали. На федеральном плане какие первоочередные направления? На федеральных дорогах, которые проходят по Ульянской области, будут проводиться достаточно большие работы. Выделяется более 4 миллиардов рублей на эту дорожную сеть. Составляет она по протяженности чуть больше 500 километров. Ну, конечно же, на сегодняшний день много вопросов и задают и жители, и кто приезжает к нам в гости. Это реконструкция в районе Больших Ключищ в соответствии с документами. Она должна быть завершена к середине лета, но есть ряд, скажем, таких сложностей по переносу линии высоковольтных электропередач. Поэтому я думаю, что, наверное, все-таки окончательная сдача дороги будет где-то к 1 октября. Кроме этого, будут выполняться работы в районе Есашной Ташлы, в районе Развилки, где у нас уходит дорога на Кузоватого. Два больших участка будут отремонтированы. У нас будет продолжена реконструкция порядка 7 километров в районе рабочего поселка Николаевка. Также будет продолжена реконструкция автомобильной дороги Ульяновск-Казань, Ульяновск-Цивильск. И три участка в районе поворота на Майну на дороге Саранск-Сурск-Ульянск, Р-178, в районе Преслонихи и еще один участок в Маньском районе. Кроме этого, в этом году должно быть сделано освещение на транзитных участках. Это поселок Преслониха, это Языково, это Урена-Карлинская на этой автомобильной дороге. И также два участка у нас на Цивильской дороге. Это в районе поселка, по-моему, Орловка, это в Цельнинском районе. И в районе Тереги на направлении, на Созранском направлении. А вот эта реконструкция, она объясняется тем, что увеличивается нагрузка на дорожную сеть. Уже необходимо там по 4 или даже по 8 полос? Нет, ну там 8 полос не будет. Там будет дорога первой технической категории, которая самая позитивная то, что дорога первой технической категории, в соответствии с современными требованиями, она разделяет встречные потоки. Там будет установлено барьерное ограждение. И если мы проводим анализ, он понятен всегда, что если разделить встречные потоки, сделать дорогу более широкой, трехполосной, она будет более безопасной. Так вот, дорога первой технической категории, которая будет до больших ключей у нас сделана, она будет как раз с разделением потоков. И выполнены все элементы безопасности на ней, в обязательном порядке будут. С федеральными дорогами мы закончили. Поселенческий уровень? В этом году немного меняется формат финансирования. Если в прошлом году мы подписывали соглашение с каждым муниципальным образованием и в соответствии с распределением направляли финансовые ресурсы. В этом году система немного поменялась в соответствии с изменением федерального закона. Средства сразу с казначейства будут поступать в муниципальное образование вплоть до каждого поселения. Кроме этого, в соответствии с поставленными задачами, часть средств своего дорожного фонда по соглашению мы также будем выделять в муниципалитет. Но прежде всего это город Ульянск, будет выделено 125 миллионов рублей. Самый большой объем. Самый большой объем. Часть нерешенных вопросов у нас осталась в Вишкаминском районе, в Кузоватовском, еще в ряде районов. Поэтому сегодня все эти объекты определены, все документы готовы к подписанию. С городом Ульянска мы уже подписали соглашение, а с муниципальными образованиями, вот сегодня мы еще раз проговорили, до 1 апреля эти дополнительные средства по каждому району будут также подписаны и выделены. Традиционные весенние ограничения на проезд большегрузов будут вводиться в этом году? Да, в обязательном порядке. У нас подписано распоряжение министерства, в соответствии с которым с 1 по 30 апреля вводится временное ограничение для большегрузного транспорта, для транспорта, который будет превышать нагрузку на ось. В обычный период это у нас 10,5 тонн, в период ограничения, в зависимости от состояния, от категории дороги, 5, 6, 8 тонн будут введены ограничения. У нас работают два стационарных весовых контроля на новом мосту, у нас будет работать вместе с ГИБДД четыре передвижных весовых контроля, которые будут ежедневно работать в разных направлениях, на разных автомобильных дорогах, для того, чтобы вместе с сотрудниками ГИБДД обеспечивать контроль на наших дорогах. В прошлом году Федеральное дорожное агентство не вводило ограничения, это вызвало достаточно большую сумятицу, и нам пришлось применять дополнительные меры, чтобы разграничить эти решения по ограничениям. В этом году они вернулись опять к ограничению, поэтому у нас будут одинаковые требования на всех автомобильных дорогах, которые проходят по территории региона. Была информация, что на территории Ульяновской области могут сделать на отдельных участках платный проезд. Это так? Ну, правильнее сказать, сегодня есть документ, который регламентирует о том, что на федеральных автомобильных дорогах со следующего года будет введен платный проезд для автомобилей, нагрузка на ось, которых превышает 12 тонн. Опять же, большегрузные. Большегрузные, да. Ориентировочно стоимость проезда будет составлять 3,5 рубля на километр, поэтому сегодня мы тоже изучаем федеральное законодательство, и в обязательном порядке в 2014 году должны принять нормативные документы для того, чтобы и на наших дорогах ввести такие ограничения. Но на самом деле это будет нечестно, если весь большегрузный транспорт будет уходить с федеральных дорог, на которые и так больше средств выделяется, будет ездить по нашим муниципальным, по областным дорогам для того, чтобы сэкономить себе как бы транзитный путь. Поэтому мы проведем также свое законодательство, внесем изменения и будем работать так же, как и федеральные. А каким образом будет взиматься плата? Уже известно сейчас? Сегодня я был участником совещания в Росавтодоре, в установочном совещании, которые сегодня провели торги на разработку технического задания. В Европе сегодня это работает очень просто. Каждый такой автомобиль оснащен специальными датчиками, которые улавливаются приемниками, которые расположены вдоль автомобильных дорог, и уже в зависимости от того, что, к примеру, в регион въехала такая машина, она учитывается программой, по ее убытию из региона проводится сравнение, определяется километраж и уже в автоматическом режиме списывается та сумма в соответствии со стоимостью проезда. Поэтому это такое будет комплексное задание. Я считаю, что нам необходимо с Федеральным дорожным агентством и соседними регионами получить одну программу для того, чтобы не было разногласий по этой работе. Но это в будущем. А сегодняшний день вернемся опять в него, Андрей Сергеевич. Сегодня на дорогах Ульяновской области ведется ремонт? Если да, то, наверное, погодные условия не позволяют ее делать. Но тем не менее вы занимаетесь. Я считаю, что это просто необходимо для того, чтобы обеспечить наибольшую безопасность. Необходимо выполнять... Снять аварийность. Снять аварийность, да. Поэтому мы и зимой работали, и сейчас проводится работа. Понятно, мы понимаем, что эти работы где-то придется переделать, потому что они в соответствии с погодными условиями не могут долго прослужить. Но тем не менее считаю, что это оправданно, потому что все это влияет на безопасность дорожного движения. Мы должны максимально обезопасить наших водителей. Спасибо вам за беседу, Андрей Сергеевич. Я напоминаю телезрителям, что сегодня у нас был в студии заместитель министра строительства ЖКК и транспорта Ульяновской области Андрей Сергеевич Тюрин. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова